Всем пламенный привет, с вами снова Герон, и сегодня на этом фоне замечательного рассвета мы будем показывать вам открытие кейсов в Майнкрафте, что может быть забавнее. Окей, мы сейчас находимся на специальном сервере Century Mine, сервер нового Ultimate 4. Я просто сильно подозреваю, что может быть на разных серверах находятся разные кейсы, я честно говоря не в теме. Окей, здесь у меня сундук, в который я сбросил всякий хлам. Давайте сюда, ну и конечно же стенки, чтобы несчастные нубики этого сервера не увидели, что здесь происходит. Ладно, так, окей, коробки почему-то выглядят текстурой как... Так, давайте мы начнем с самых простых коробок. Коробки у нас бывают разные по качеству, есть дешевые вот эти по 100 монет стоимостью, это коробка я удача номер 1 и коробка охотника, если я ничего не путаю. Дальше, над каждой из них написано, что из них будет выпадать, то есть все как в CS GO, по чесноку. Вот вам список, что вы можете получить, а что уж вы получите, это уж дело случайности, рандома. О, даже яйцо дракона можно поизвать, ой, то есть получить, классно. Ладно, давайте попробуем коробки охотника. Чтобы они работали, вы просто их стоите на земле, вот так вот. Вот, и мы получаем, и мы получаем, о-о-о-о-о-о-о, тут еще анимацию приделали. Дальше, у нас можно поизвать адского слизня, но мы этого делать не будем, господа. Мы сейчас отложим, наверное, вот его сюда, да, вот так вот, чтобы он у нас не путался под ногами. Дальше, что может быть лучше, приходишь к соседу и подсовываешь ему пару гасов. О, лошадь можно поизвать. Настоящие? Да, настоящие лошади. Какая красота какая. Может там еще коровы есть? Давайте попробуем. Единственное, я не в курсе. О, ведьма, ведьма, ведьма. Очень полезный моб, из него выпадает, по-моему, зелье, редстоун и все такое. Жалко, ведьма не размножается. О, яйцо, прозывание коровок. Ну шо, уже можно заниматься фермерством. Успели мы потратить только 400 монет, уже можно начинать строительство фермы. Пробуем дальше. Раз, два, три. Ух ты, слизняк. Зачем? Не особо понимаю. Снова ставим. На самом деле коробка, когда вы ее ставите на землю, она не отображается для других игроков, насколько я понимаю, как это работает механика. Вот. Поэтому можно ставить прямо перед носом у кого угодно. Никто ничего у вас не украдет. Кроме коньяки, который решил погулять. Вот. Ладно, без комментариев. Пробуем еще раз. Давай нам выпадет яйцо дракона. Яйцо, яйцо, яйцо дракона. Звучит забавно. Так, грибная корова. Окей, ладно. Грибная корова это тоже хорошо, потому что это супчик. Что мы сейчас мы ей сделаем. Так, а можно как-то... Знаете что? Ну это я потом за кадром поставлю стенку повыше, чтобы они не выходили, собаки. Ставим. Смотрим. Что еще нам выпадет? Яйцо охотника. Ну пожалуйста, я хотел сегодня яйцо дракона, а вы... Опять это чертова лошадь. Ладно. Еще. Пробуем, пробуем. Ну дайте меч алмазный. Э-э-э-э. Эндермен. Ну тоже хорошо, учитывая, что эндерменов на серверах найти, как вы знаете, очень-очень-очень-очень-очень-очень трудно. Как и любых других мобов. То это, конечно, полезная вещь. Е-е-е-ей. Волка. О, волка это можно сделать, приучить себе пюсика. Итого в сухом остатке мы с вами имеем. Две коровы, две ведьмы, две... Двух криперов даже. Отлично. Радость грифера. Адские слезняка, призыв парочку лошадей. Четыре лошади, два слезняка, два эндермена и два волка. Отлично. За тысячу монет. Дальше коробка удачи номер один. С нее может выполнить солнечная панель, золотое яблоко, всякие ништяки из дивайна. Здесь народ взял и скрестил всякие разные интересные технические моды, типа индасталкрафта второго экспериментально с дивайном. Пробуем. Вот это, по-моему, я... Вот, кстати, что я сделал только что? Вот в чем минус? Здесь не подписана стоимость этих коробок. Я уже забыл. Самая дорогая это коробка чародея. И коробка вот эта, по-моему. Вот эта, вот эта самая дорогая. Судя по тому, что из него выпадает. А это мы оставим на потом. Нет, я купил, сейчас скажу, я купил дорогих коробочек, только... Вот, скорее всего... Ладно, неважно. Давайте смотреть, что выпадает из коробки удачи номер один. Можно получить солнечную панель, золотое яблоко. Как видите, здесь вещи тоже делятся, как и в CSGO. Тоже на обычные вещи, необычные и запретные вещи. То есть, самое дешевое это у нас то, что выделяется сейчас голубым цветом. Фиолетовым цветом это более ценные вещи. И красным что-то совсем крутое. О, давай. Давай нам, пожалуйста, Дивайн Рок. Я даже не знаю, что это, но звучит круто. О, солнечная панель. На один. Какой полезный лут, в кавычках. Ладно, давай. Но не катусыра-масленица, как говорится, не всегда выпадает что-то интересное. Так, раз, два, три. Снова солнечная панель, окей. Можно уже начинать заниматься индустриализацией, прям сходу. С места в карьер. Мифериловый пикейкс. Урон не кудышный, но копает, по-моему, очень шустро. Ничего себе. Ничего себе. Ничего себе. Только если могу сказать, классная дивайновская штучка. Ладно, дальше. Ставим еще одну коробочку. Смотрим. Раз, два, три. Дивайн, дивайн, дивайн. Две электросхемы. Учитывая, что... В общем, дешевый лут пока выпадает. Но это у нас дешевая коробочка, видимо. Так, ну-ну-ну, давай. Я хочу дивайн рок. Вот это что за желтые блоки такие? О, дивайн рок. И чё? А чё из него? Давайте глянем. Чё из него можно скрафтить? Вообще нифига ничего нельзя скрафтить. Но я, насколько помню, такие блоки отличаются повышенной прочностью. Видите, как долго я уломал мои супер-убер, супер-дупер-пупер-киркой. Они почему-то не стакаются. Ладно. Дивайн, он вообще такой, глючный местами. И давайте вы мне дадите гибридную солнечную панель. Электросхема. Или рупий инготы тоже хорошо. Из них можно делать хорошие инструменты. Как по заказу, господа магия. Что из него можно сделать? Броня. Поглощение урона 80%. О, так это очень хороший броник, насколько я помню. И ещё можно делать изящные совершенно лампочки. Давайте нам ещё теперь золотое яблоко ночи для полного счастья. Нет. К сожалению, магия не всегда срабатывает. Давай. Я надеюсь, что вы не слышите вентилятора, который мне пытается спасти от жары безуспешно. Потому что, конечно, приходится снимать всё при закрытых окнах. Иначе бы вам пришлось наслаждаться гораздо большим количеством всяких непонятных шумов. Так, коробка чародея на самое потом. Дальше давайте мы сейчас попробуем беспроигрышную удачу. Вау! Вау! Так, секунду. Мне нужен уже второй сундук. Беспроигрышная удача. Как видите, здесь никакого запретного и секретного оружия нет. Сплошные голубенькие обычные вещи. Но зато алмазы, яйцо призывания коровой, маяк, продвинутый даймл дрил, ульстримейт соло пейнел и так далее. Короче, кому нужно, можете поставить на паузу, зачитать весь список самостоятельно. А мы начинаем, иначе это... Эм... Ааа... Отлично, окей, выглядит как табличка. Ничего, это нормально. Генератор материи! Который крафтится, черт знает, как дорого, в принципе, в этих краях. Потому что тут куча всего нужно сделать. Но, конечно, это не самые интересные вещи. Давайте загадаем себе что-нибудь... Эээ... Силовую броню, например. Или лучше, ваджеру. Я хочу ваджеру! Кто не знает, это самые крутые инструменты из-за одного аддонов к кейндасту и крафту второму, который позволяет ломать почти какие угодно блоки, легко и непринужденно. Хотя, с другой стороны, у меня есть кирка, который прекрасно ломает и рубит все, что хотите, легким движением руки. 16 алмазов пока что нам выпало, пока я тут болтал о жизни. Маяк тоже неплохо. И давайте еще чего-нибудь. Я думаю, мы не будем ждать, когда у нас начнется день, потому что это не имеет большого значения. Раз, два, три, четыре, пять. Ваджера выпала мне опять. Эта считалочка не сработала. Выпала снова грибная корова. И последняя коробочка. Без проигрышной удачи! И давай, давай, штаны! О, наношлем! Ну, наконец-то! Хоть какая-то приличная броня. Вот реальный нано-пацан. Ух ты! Он даже по ночам светится. Классно. Не знал таких подробностей. Окей, теперь оставляем все это барахло здесь, чтобы оно нам не мешало и не выводило его искушение, что называется. И пробуем коробку удачи номер три. Что из нее выпадает? Ой, боже мой, тут может из крутого выпасть молекулярные трансформеры и пауэрфист. Это, знаете, пауэр-кулак. Давайте глянем, что это такое. А что, мы не сделаем проще. Мы будем сейчас все выбивать и параллельно смотреть. Пауэр-фист. Я надеюсь. Стоит его выжиделить? Да, 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 стоит. Хотя он не самый дорогой на свете предмет в производстве, но да ладно. Пробуем. Коробка удачи номер три. Вещи у нас сейчас выпадают. И выпадает железный блок. Отлично. Ладно. Я как-нибудь переживу. А, молекулярный. О, гибридная солярка. Еее, ура. Да, 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 да. Она даже по ночам работает. Ес, 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 ес. Правда, она почему-то дает один июзотик, потому что она работает в ночном режиме. Я никогда не понимал, как может солнечная панель делать энергию по ночам. Но классно. Ребята, а можно мне печечку, пожалуйста? Тут печка есть в списке. Есть улучшенный корпус механизма. Ладно. Окей. Коробка удачи номер три. Раз, два, три, четыре, пять. Я хочу крутую вещь опять. Краплет стоун. Это уже дивайновские. Хейновина из них можно сделать вот такие классные мечи. Вот это у нас блава на 22 урона. Меч на 17. Пушка на 14. Супер энчант тейбл. Мне бы еще темный камень, на самом деле. Света камень и обсидиан. Ладно. Тоже хорошая вещь, короче говоря. Тоже полезная вещь в хозяйстве. И золотое яблочко обыкновенное. Или улучшенное золотое яблочко. Нет, это улучшенное, которое делается из золотых блоков. Круто. Ребята, вот это реально круто. Давай. И мы получаем пять штук улучшенных корпус механизма, Которые используются в крафтах всяких RA контроллеров. Вот. Улучшенного измельчителя. И так далее и тому подобное. То, что я и хотел. Отлично. Все, ребята. Можно быстро. Это называется быстрый старт. Теперь играть. Нормально. Быстро. Легко и непринужденно развиваться. А мы смотрим, что нам удача даст еще. Еще пять корпусов. Понятно. Окей. Все это мы оставляем в сундуке. И начинается самая интересная коробка удачи номер два. Здесь, ух ты, ух ты, увитовое яйцо прозывания оцеллота. Ультимейт солярка панель. Агитовая, авгитовая. Одна из самых лучших мечей. Авгитовый, как раз, насколько помню. Вот это как раз, по-моему, коробка номер два. Она у нас по тысяче монет стоит. Короче. Шикуем. Мажоримся по полной программе. О, алмазный блок. Окей. Давай и дальше показываем, машинка. Что еще мне дадут интересного? О, котики. Ура. Котики есть, а песики есть, коровы есть, грибные. Все хорошо. О, молтен стоун. Это у нас что? Это дивайн? Это дивайн. Да. Это дивайновская штукенция. Тоже полезная в хозяйстве. Вообще, здесь подобран весь лут таким образом, что все это можно применить в хозяйстве. Это, во-первых, что не может не рад. Во-вторых, они достаточно недешевые многие вещи в производстве. Или их трудно достать, например. Ну, кроме алмазных блоков, относительно. Теперь самое интересное. Начинается коробка чародея. Тут выпадает алмазный... Вот, наконец-то. Я хочу алмазный сет. Надо было все деньги потратить на вот это. Потому что я хочу квантовый сет. Квантовую броню. И быть реальным крутым пацаном. Кван, давай, давай. О, квантовые тапочки. Да-да-да-да-да-да. Спасибо, господа. Только они не заряженные, к сожалению. Квантовые ботинки. А у них что, дизайн теперь поменялся? Кстати, ночи здесь, конечно, длинные. Ну, да ладно. Ладно, ребятки. Я дождался, наконец-то, дня, чтобы было все виднее и нагляднее. Хотя, в принципе, и так все хорошо видно, по-моему. О, шапка квантовая. Может, мы тут еще в квантовый сет полностью наденемся? Ага. Мне бы нагрудничек, пожалуйста, господа. Нагрудник. Да-да-да-да-да. Не, на... Эх, штаны. Но зато зачарованная прочность 10 уровня. Позвольте напомнить, у нас в обычном Майнкрафте вы можете зачаровать штаны только на 5 уровень. То есть, такие шмотки вы в игре другим способом и не получите. Только коробочки чародея. Только храткор. Давай. Ну... Э-э-э-э, ботинки зачарованные. Интересно, что из них круче? Кто в теме? Что круче? Алмазные под самые неболуси зарочарованные. Точнее, так. Что лучше? Зачарованная под самые неболуси алмазные шмотки? Или все-таки квантовая броня? Которая тоже зачарованная под самые неболуси. Конечно же, квантовая броня. Если по условию, если есть электричество. Ладно. Выглядит это довольно странно. Мужика, который одет в кожанку, в которой всякие... Ох, лук снайпера. Лук снайпера. Ох-ох-ох. Мечта пиви-пишника. Я вот не в курсе, тут можно пиви-пишиться или нет. Ну что ж, ребят. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Ну а с вами был Герон. И сегодня у нас было открытие кейсов в Майнкрафте. Что может быть лучше? Не забывайте, что вам лайк поставить нетрудно. А для развития канала очень полезно и способствует выходу новых роликов. Кстати, напишите мне в комментариях, что я завтра выпущу за ролик. Что у нас будет завтра? Угадайте. Герон обожает загадывать загадки. Все, ребят, спасибо за просмотр. И самое главное, я чуть едва не забыл. У меня склероз, видимо, и старческий маразм. Ребята, в описании под видео у нас будет специальная ссылочка. Реферальная. Переходите по ней, получаете бесплатно ТИ-коробки. Удачи, сможете испытать свою удачу. Единственное, чего я не знаю, скорее всего, вам эти коробочки дадут на сервере именно вот этом ново-ультимейт-4. Судя по всему, я так понимаю. И напишите потом мне, пожалуйста, в комментариях, что за коробки там дают в параферальной ссылке. Коробки охотник, чародеи или всем выдают разные коробки. Вот это меня очень действительно интересует. Все, по-моему, да? Все понятно. Регистрируйтесь по ссылке, которая есть в описании, и вам дарят эти несчастные коробки. У них там как раз какая-то акция под это дело. Ты веди друга и получи коробки или что-то вроде этого. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока-пока.